Привет, ребят! Пока каждый занимается своими делами, твиттер Никиты Буянова оброс новыми постами. Улицы Таркова выйдут осенью, анонс на Summer Game Fest и подкаст, который будет на следующей неделе, в котором нам покажут тот крупный патч, который выходит, скорее всего, уже в июне и, возможно, заанонсят, наконец-таки, вайп. Об этом и немного другом мы поговорим с вами сегодня. Ну а пока не забудь подписаться на канал, а то более 80% смотрят его без подписки. А я всё так же продолжаю держать тебя в курсе событий. Канал забыл? Себя порекламирую? А канал забыл? Как насчёт Тарков ТиВи? Пишет Никита, а после дополняет. Медвежий голос на ломаном английском. С 90% вероятностью мы можем предполагать, что Никита имеет в виду подкаст. Подкаст, на котором нам расскажут про новую патч и, возможно, заанонсят вайп. Да, скорее всего, на следующей неделе мы получим с вами ответ на самый главный вопрос, который интересует игроков, как даже вайп. Скорее всего, на подкасте нам расскажут то, что мы и так уже знаем, только более подробно. Новые боссы-отступников, босс-сектантов, торговец, новые анимации. Наверняка нам расскажут то, что мы ещё не знаем. Но, скорее всего, 50% нового контента нам не покажут на подкасте. БСГ это делает постоянно. У них такая политика. Мы на подкастах и в патчноутах обычно не рассказываем всё, что извинили в нашей игре. Мы хотим, чтобы игроки играли в нашу игру и узнавали сами о новых нововведениях. И 99%, что в июне у нас будет вайп. Потому что на осень, скорее всего, нам покажут первую версию локации улицы Таркова. Многие игроки, которые взяли уже капу, шли из игры отдыхать и ждут вайп. Часть новичков ждёт вайп, чтобы начать играть. Я обычно новичкам говорю, учитесь играть в конце вайпа. Потому что у вас есть вот это окно, когда не страшно ничего потерять. А с выходом нового патча у вас уже будет некий багаж знаний, что вам поможет. Нереально ждём подкаст в первых числах июня и предпущаем вайп. Конечно же, я буду держать вас в курсе событий. Поэтому я, честно говоря, и так вообще запарился невероятно просто от этого патча. А дальше думать наперёд, мне во нём тошнит, честно говоря. Самый задаваемый вопрос. Когда выйдут улицы Таркова? Когда они будут готовы? Мы надеемся увидеть первую версию до осени. Сейчас производительность является решающим моментом. Да, конечно, все вот эти вечные шутки, что игра никогда не выйдет из бета-теста, релиз не скоро, мы вообще ничего не дождёмся, улицы Таркова мы никогда не увидим, дай бог, в 2030 году. На волне этих шуток я сам начал в это чуть-чуть как-то, знаете, верить. Поэтому, уважаемые друзья, если вы пишете каждый раз о том, что лучше бы ты свою варежку открывал бы по другому поводу, я вам иду, говорю, идите вы, пожалуйста, поиграйте в Fortnite, расслабьтесь. Давайте будем честными, за этот год мы же и так увидели много контента от BSG. Да, конечно, если вы такой же игрок, как и я, который играет в Тарков каждый день, для вас этого контента мало. Но если вы среднестатистический игрок, который играет пару часов в день, а то и в неделю, этого контента достаточно много. И поэтому я хочу стать одним из вот этих вот серферов, который разрежет волну шуток про то, что игра никогда не выйдет, и верить в то, что, возможно, и правда, мы уже скоро с вами увидим улицы Таркова, арену, а возможно и релиз. Отправляйся в вечный сон, дружище. Чёрт побери, я хочу в это верить. Также в твиттере был замечен вот такой пост. Это намекает на участие BSG на Summer Game Fest. К слову, прошлым летом на этом фестивале ребята там показали тизер из улиц Таркова. Знаете, не думаю, что это скажу, но, скорее всего, нас ждёт офигенное лето. Новый босс отступников, босс сектантов, торговец, анимации, вайп в конце концов. Возможно, даже радиация, о которой я говорил в одной из прошлых роликов. Осталось совсем немного, когда Никита на фуре с надписью BSG подъедет к нам, разгрузит свою фуру контента, и мы будем ей наслаждаться всё лето. Не завидую я тем, кто собрался на целое лето на море, потому что летом в Таркове будет просто море контента. Лучшее море для настоящего тарковчанина – это море контента Таркова. Морем на море. Я буду продолжать тебя держать в курсе событий. Я знаю, что многие не хотят читать вот эти паблики, твиттеры, а хотят получать контент максимально быстро, максимально комфортно, например, за приёмом пищи. Кстати, приятного аппетита. Именно поэтому я и делаю это. Я хочу скрасить твой досуг. Так что не забывай подписаться на канал, потому что это наивысшая похвала для меня. Хорошего тебе дня, вечера или ночи, в зависимости от того, когда ты посмотрел этот ролик. И я буду держать тебя в курсе событий. Пока. Это круто. Поэтому подписывайтесь, переходите и смотрите стримы. Много всего полезного узнаете, я уверен. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok